Селёха, давай я чуть-чуть перед тобой влезу, пять секунд. Да, походи, безусловно. Да, Миша. А там вот такая мулалка есть. Она в коридорах. Найдёшь. Сильно интересного нет ничего. Единственное, что точно скажу, кусачки. Да-да-да, поворачивай туда, заезжай до упора и направо. К забору. Первый же раз, как поехали, всадили тройник в палец человека. Да, скажи, в администрацию зайдёшь, скажи на «Жерфест», они тебе подскажут, как дальше проехать. В обычном хозяйственном купленные кусают только один. В «Жерфест» тройной не кусают. Это как цевьё само. Всё, давай. Я ещё смотрю. Купил вот эти книты с эквалённой. «Жерфест». Которые немецкие, москвишоповские. Вот оно должно кусать всё вообще. Вообще штука исключительно полезная. Вот это я всем рекомендую. Я попробую. Ключки всем жалко. Из Виталикового ящика, вон там который. Ха-ха-ха. Не, я свой приманки тоже не думаю. Ха-ха-ха. Извините. Ха-ха-ха-ха. Вот эта штука из всей коробки. Новую тоже заказал. Масквишоп. Всего-то всегда пора. Больше всего, честно говоря, вот эту. Так заочно могу даже порекомендовать. Масквишоп. Масквишоп. А? Ходит. Он очень плавно тонет. Ловит пока не знаю. Ходит. Ходит очень хорошо. Ходит. Монстр Льюис. Америкоска. Ходит очень похож на Фантомы. Ходит. Чуть короче ходит. Дамы круги. 100% осенью по себе. Вообще осенью везде ходит. Остальное пока... А! И вот еще попробую. Тиран. Помнит. Я, честно говоря, раньше не видел. А, это новый глайдер? Они выпустили еще и глайдер. Ходит тоже очень. Очень хорошо ходит. Как ловить будет, не знаю пока. Вот из всей коробки две штуки пока тут запомнились. Саня! Саш! Андрёш! Опа! Маленький сад. автоматически. Сань, в машине пакет Саважгир и новые приманки. Возьмите, пожалуйста, ребят. Или у Андрюхи, или у тебя. Андрюш, сходи с Саней, посмотрите в машине Саважгир. Там бульдоги. Помнишь, пакет, то, что мы ждали? В общем-то, почему мы не опоздали? Последними силами. А для ручки одинаково, если щучий? По-моему, одинаково. Это для лодки. Это для лодки. Это для лодки. Ага. Труппейн явлезет. А он теперь не кинулся, на трех маршрутах. В щучий брали, вроде, до десятки. Ну, выпутывать не все. То есть, такой. Ну, да. Для половства, вот, забавно, и хорошее. Ну, да. Ну, для хорошей трофейной рыбовки, пойдемте. Да, и палка Пантун 21, который хуру тяжелый, до 120 грамм. Не берите, полная ерунда. О, вот это правильно. А? Во, вообще, он не кидает, ничего не делает. Телеф грамм 200. А как ты лазил-то, 8 флотовый? Держ, что делать? Ну, Итай, чего про СМТОЕ говорить плохого? Ну, скажи, твои ощущения, потому что... Хорошая, хорошая длинная палка. Синяя? Что главное. А там тут, если брать, то тот, который до 80, а вот этот, который тяжелый, вообще как бесполковые вещи. Ну, он дубовый, наверное. Да? Ни о чем вообще, ни к чему. 200 грамм кинить можно, при этом, не далеко, провести никак, не пойми как. То есть, проводка не чувствуется. Вот у меня, по-моему, все, честно говоря, больше бельченого нет. Могу я? Может, что ли, может, Серега, я не знаю, как ты решила. А там как монтажер. Ребята, по приманочкам еще. Ну, многие-то знакомые спиннербэты Аркадия. Вы знаете, Аркадий стал чемпионом мира в этом году по спиннербэтам. В Милоке он выиграл чемпионат, это просто немоверно. Несмотря на жесткую конкуренцию Майкен Хенли и так далее, которые люди там делают по 50 лет уже приманки. Тем не менее, он выиграл. Выиграл наш фарумчанил, наш земляк, и его приманки убавили. Просто реально, смотрите, это лучшее качество. Спиннербэты, это совокупность джигов и блесней вертушки. То бишь, глубинная ловля, поверхностная ловля, от скорости все зависит. И вы можете какую-то приманку приспособить к любому... А можно вот этот парень-то пошел? Да. Виталий Лич. Сейчас в Финляндии мы отсняли несколько видов ловля. Пошел в камышах и обловлю на крючке. Ну а надо отдохнуть. Виталий Лич. Нет, просто классика, вот если классика. Вот эта штука не дает цепляться. Знает. Но когда вешают вот это вот, просто интересно. Вот это не дает заплегнуть этому крючку. А когда вот это вешают... Давай еще как туда попасть? Буквально еще недельку. И... Только проявляем то, что это солнце. Где непосредственно эти спиннер беты я бросал. Четыре заброса, четыре качественных проводки. Вы просто увидите, это определенная специфика и правильность заброса и проводки непосредственно по направлению к прямому. Не-не-не, вы чуть-чуть нажмите. Подождите, у нас троится. То есть четыре проводки вы увидите. От двадцати метров до тридцати метров. И не было ни одной фальшивки. Это буквально будет YouTube, очень скоро. Вы просто увидите. Это реально. Это зеркалка, что ли? Нет. 70 грамм. Равнее, равнее встаньте. То есть, эти приманки, они очень эффективные. Но очень непростые. Им нужно отдаться... Они эффективны весной и осенью? Спасибо большое. Встаньте весной и осенью? Да, весной и осенью. Сезонная. Сезонная, да. И вот по 70 грамм можно проводить от метра до утра. Совершенно правильно. До десяти метров. То есть... Я там такой приманки нет, где можно... Не, не пью. Выпей с водкой. Выпей с водкой. Я хочу сказать, это реально по поводу спиннербайта. Виталий на полдень. Выпускает швейдер. Выпускает швейдер. Ну то, что они выпускают, то полная промежутка. Вот это... Был где-то, по-моему, ролик в Аркаде размещал. Знаешь, по поводу крепости этих спиннербейтов. Он молотком колотит по телу спиннербейта. Даже краска не отлетает. Я не говорю там про цветовую гамму и там остальное. Ну все, Виталий? Будешь продолжать? Ну... В принципе, если кому интересно к кастом приманке, Вы можете просто подойти и посмотреть. Вы все знаете, что я заядлый коллекционер. Ля-ля-ля. Это для коллекции или для роз? Это? Ну, как бы это для коллекции стоит 2000 рублей минимум. Но чем она хороша? Я как-то вечер. Вот этот человек, это Алан Кристосен, датчанин. В Европе, наверное, это один из первых людей, который стал делать жеребеты. И Петр Пецкорский, да, вы все знаете, Салма, да, непосредственно, для него этот мастер как бог. Потому что в Европу он первый завез приманки из Америки. Ну, я вот хочу еще... Очень, очень качественно. Чем хороша эта приманка? Какая у меня игра? То есть разница вот между вот этими вот этими, они совершенно разные. Да, Лумбер, тоже известнейший из людей. Швадзонгер, это вообще на сегодняшний день, это самый, наверное, лучший проект в бизнесе и ловле рыбы. Нолог, ну, это человек, который приманки можно купить только на аукционах. Но, но, все приманки функциональны, они функциональны и просто на них нужно ловить или иметь. То есть вы можете ловить на слайдер, да, вы можете ловить и на слайдер, но вы можете ловить и на эти приманки просто из-за того, что вы просто хочется их иметь. Все, здесь никто никого не обязует, да? Как Мегабас, и есть и другие приманки по эффективности, казалось бы, и так далее, и так далее. По мне это, да, конечно. Просто это люди, которые в жертвовое строение внесли свою лекцию, и их приманки достаточно очень эффективны. Удачи! 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 Поймать хоть рыбу мою хорошую. Ха-ха-ха-ха-ха. Так что, в принципе, эти люди, они в Европе зародили, продолжили, и наши ребята, мастера, подпадали и делали приматия. Между прочим, они и между нас есть сегодня. Виталий, пожалуйста, на новую кухню берешь елку, наряжаешь вот этой самой несколькой, фотографируешь со всех сторон 3D и выставляешь. Слушай, ну сделай доброе дело, а? А я так не делаю. Нет, ну ты покажи всем, все, извините, все, точно, извините. Нет, сделай, пожалуйста. А вообще самое интересное, что вот мы как бы это самое... Я вообще, ребята, всех знаю, да? Я настолько рад, что вы приехали со многими. Мы здесь тестим приманки, что-то делаем, вот Денис и его компани. Нет, он нас за деньги купил. Отлично. Так, все, оба на. Давай, давай. Так, мы чуть не опоздали, кстати, приехать сюда. Вот, Саваж Гир. Приванки. Удобно. Здесь последняя коллекция, так что можете посмотреть, это тоже дает. Вот, кто увлечет бульбом. Вот это Никита, я уже смех вызвал. И резина. Вот резина, да. Режина, да. Погоди, вот так вот делаем. Размеры имеют значение, да? В общем, Европа сейчас втыкается в ту атмосферу, что Америка прошла уже лет, там, 5-10 назад. А, и Россия потом году через 2-3 лет только. Инверотекс хорошо кроет, за один слой вот такая получается. А если 2, там такой толщины. В Европе, наверное, есть, где чего ловить. Так, ну давайте теперь немножко... Здесь есть. А у вас в Сибири. А у вас в России. А у нас не в России. Ребят, мы не в России живем. Мы живем в резервуации. Извините. Значит, всеми любимая и уважаемая катушка Абу-Гарсия 56-011-4. Значит, смысл тюнинга катушки был. Вот. От чего ноги росли? От лени. Лень, конечно, это порог человеческий. Но, тем не менее, это величайший двигатель прогресса технического. Проблемный вопрос, значит, с этими катушечками подшипниками. Вот. Штатные, родные подшипники размером 4,10 на 4. Вот. Ну, знаете, кто бы не говорил, что катушка там грамм до 200 может выдержать веса. Бред. Ее потолок весов где-то 120 грамм. Подшипники практически на ура разлетаются с использованием вот таких вот приманок. 5 дней джеркфеста, оба подшипника летят. Проверено уже. Значит, соответственно, выпущена катушка также 5601GB, в которой вместо обычных подшипников, так сказать, качения или шариков подшипников, установлены втулки. Сейчас все это посмотрите. Ну, проблема, опять же, заключается в чем, что, ну, перед каждой рыбалкой их надо смазывать. Удовольствие это мало кому доставляет, естественно. Вот. Ну, опять же, из-за собственной лени, короче, ну, нашел я уже, что-то. Где подшипники прикупить, масло наполненное, как говорят, точнее, правильно они именуются. Подшипники из печеной пористой бронзы, масло наполненное, самосмазывающееся. Вот. То есть смазка здесь не нужна уже никакая. Как говорится, поставил раз и на все осталось жить. Собственно, сам тюнинг. Значит, заменен привод лескоукладывателя. То есть штатная, вы представляете, проволочка такая, покрытая нитридом титана. Ну, установил я тоже от катушек Абу Гарсия серии Мерум. Установил пластиковый, вбил глазок лескоукладывателя. Он легче штатного, примерно на 2 грамма. Вот. Далее. Заменена шестерня. Вот здесь внутри есть платьяная шестеренка большая. На точь такую шестеренку, но с подшипничком. Значит, у Виталия есть такая катушка частично тюнинговая. Оттюнингованная. То есть заменен вал привода лескоукладывателя с двумя подшипниками. И такая шестеренка. Он не даст соврать. Дальность заброса увеличится, ну, где-то метров на 12. Вот. Далее. А, про подшипники я сказал. После Калькута Д альтернативы нет. Виталий, это понятно. Спору нет никакого. Спору никакого нет. И, соответственно, вал привода лескоукладывателя. Ну, вот этот штатный вал. Штатный вал с одним подшипником. Значит, на этой катушке установлен вал с двумя подшипниками. Соответственно. Вот, собственно, весь тюнинг катушки. Удовольствие, короче, где-то 60 долларов. 10 долларов шестеренка, 25 долларов, 26 долларов вал. И подшипник порядка 25 долларов. Как же? Нет, комплект из двух штук. Вот. То есть, в итоге, да, и последний забыл момент. Помимо этого, установлен еще храповик дополнительно. Дополнительно к обгонке установлен здесь храповик. Точно так же, как на 5601 GB. То есть, эта вещь тоже продается. Довольно свободно можно найти. Это вы посмотрите. Единственное, сейчас попрошу, обратите внимание, я потом ниже остановлюсь. Обратите внимание на состояние смазки. Вот. На... Силиконовые? Вообще, я скажу сейчас все. Вот. На состояние смазки. На шестеренке на белой и на шестеренке вот на главной передаче. Значит, катушка была обслужена в конце зимы 2012 года. Отработала весь прошлый сезон. И в конце прошлого сезона, где-то перед Новым годом, я единственный только обслужил вал привода лескоукладателя. Единственную деталь. Потому что очень много набилось тополиного пуха и прочей гадости, грязи всевозможной. Остального я не касался. Это сейчас посмотрите. Теперь остановимся немножко на смазках. Значит, ну, здесь опять же, выбор смазок, он обязательно необходим для катушек. По той простой причине, что от этого зависит, ну, во-первых, работоспособность катушки и, соответственно, срок ее службы. Ну, здесь, опять же, понимаете, два пути выбора. Значит, первый путь для мазохистов, которые желают обслуживать катушки там раза по 4-5 за сезон. Вот. Ну, в этом случае можно использовать... Сидя в офисе, извиняюсь, и их постоянно перебирать, перебирать, перебирать. Совершенно верно сказано. Значит, это первый путь. Ну, для этого пути подходят катушки, то есть не катушки, смазки, которые выпускаются подорваловными брендами. Дайва, Шимана, Абу Гарсия, Пен, Квантум и прочее. То есть вот эти смазки, они, в общем-то, не отвечают заданным характеристикам практически. Ну, само собой разумеется, что фирмы это не упускают. Попускают такие предприятия нефтехимии по заказу рыболовных фирм. Но они, в общем-то, грубо говоря, не соответствуют своим качествам. Хотя есть... Ну, заявлено, заявлено характеристикам, да. Хотя исключение из правил есть. Ну, основной, конечно, я так хочу сказать, недостаток этих смазок, низкая водостойкость. Вот, к сожалению, к превеликому, вот почему-то вот на Абу Гарсии, вот, сделана масса лишних отверстий, крышки механизма. Воды попадает немеряное количество. И смазка, как правило, в эмульсию превращается. Но есть исключение из правил. Вот сейчас все... Знаете, есть такая смазка, Дайва, HB2. В свое время, когда птичка была в районе Таганки-Пролетарь, мне удалось прикупить, правда, микроскопический тюбик, вот, хорошая очень смазка синего цвета. И там же я прикупил смазку пен. X1R, по-моему. X1R, да, смазка тоже синего цвета, великолепная смазка. Это исключение из правил. Можно автомобильные использовать различные, подбирать соответственно, но они, в общем-то... Все, зачем Марию? Опытно, пустим. Нет, я бы не советовал. Я, Серега, покрутил. Есть, есть, есть хорошая смазка. Хорошая? Очень хорошая. Хорошая говно. Есть хорошая автомобильная смазка от Mobil. XHP222, синяя. У нее вот отличная водостойкость, прекрасная просто. Но единственный минус, я считаю, она вонючая. Запашок от нее. Например, если на руку попало, там надо стиральным порошком отмывать все. Ну, второй, второй... Да, ну, тем не менее. Второй путь, так сказать, выбора смазок. Это подбирать, соответственно, дорогие смазки. Дорогие смазки высококачественные. Ну, типа, например, начнем по порядку, собственно говоря. Это молибденовая смазка с десульфидом молибдена. HES-2 от фирмы Хоскей. Ну, знаете, наверное, на мой взгляд, вообще все эти молибденовые смазки, соответствующие консистенции, естественно. Я думаю, не то, что это мое мнение, а вообще мнение специалистов, это считается лучшими смазками. Отлично, прекрасная водостойкость. То есть, в принципе, промазал и два сезона можешь голову не забивать. Но меня, например, отпугивает вот ее черный цвет. Потому что, когда мне, например, приносят катушку на обслуживание, на ремонт, ее открываешь, сможешь на шестерне. Если, допустим, смазка черного там серого цвета, признак того, что значит износ. И вот единственное, что отпугивает только цвет. Хотя эта смазка лучшая. Значит, следующая смазка, и это опять же из числа рекомендуемых. Следующая смазка, это смазка под торговой маркой Суперлюби. Значит, фирмы Синкохимикал Корпорейшн, американская. Ну, фирма, она, в принципе, небольшая, но известна среди специалистов, соответственно, она очень известна. Значит, смазка с тефлоном. Здесь в базовое масло добавлен ультрадисперсия, порошок, это торопласт. На вид она, в общем-то, прозрачная. На вид прозрачная абсолютно. Ну, напоминает вроде как эмульсия. Ну, хотя, по сути, она и является эмульсией. Значит, обладает, собственно, такими, таких прекрасных свойствами. Сверхводостойкость. Прекрасная будущая Суперлюбия. Сверхводостойкость у нее. Значит, очень липкая. Ну, и, в принципе, можно катушку обслуживать один раз в два сезона. Вот, шестеренки, пока я имею в виду, промазывать. И, соответственно, имеется масло той же самой фирмы. Масло само по себе густое, в общем-то. Для смазки подшипников не подходит. Ну, так можно, в принципе, но густовато все-таки. Зато прекрасно подходит для смазки обгонок. Обгонок, вал привода лескоукладывателя. Вот. Прекраснейшее масло. Достаточно, в принципе, один раз в сезон где-то подкапать на вал. Ну, там, две-три капли, как говорится, обновить смазку. У них хорошо хватает. Вот. Дальше. Что касается масел для смазки подшипников. Здесь, конечно, это проблема. Проблема величайшая во всем мире. Среди рыболовов больше всего мира. Потому что, в принципе, эти масла, все их видели. Видели выверетенное масло советского производства, российского, к примеру, производства. И все они относятся к категории индустриальных масел. Имеют одно гадкое свойство. Вот. Очень хорошо испаряются. Как-то не странно. Вот. Хотите, проведите эксперимент, если верите моим словам. На поликленную пленочку капните пару капель масла этого. С комплекта катушки. И вы увидите, там через суд, через двое, там ничего не останется. Совершенно верно. И, в общем-то, срок службы их примерно составляет... Даже меньше. Да. Срок службы этих масел составляет, ну, грубо говоря, от двух недель до двух месяцев. То есть, это проблема во всем мире. Ну, по крайней мере, американцев, что в этом плане, конечно, они впереди планеты всей. У них есть пара масел толковых, хороших. Да нет, нет. Четыре масла. У которых срок службы может быть до двух лет. Ну, это масло... Масло X-Ri-L, вот, X-Ri-L, если так в латинском букву написано. У него срок службы порядка двух месяцев. Нет, от двух месяцев до полугода. Значит, масло Carasion X до года служит спокойно. И два вида масел есть. Ну, я, конечно, о них скажу, но их проблематично достать. Это масла на основе не нефтепродуктов, на основе сложных полиэфиров. Это масло TCI-301 и масло TCI-321. Вот, разница между ними состоит только в одном. Значит, TCI-301 – это раствор масла в каком-то очень высоколетучем растворителе, который является заодно, так сказать, смывкой старого масла. TCI-301 является, ну, чисто маслом. Проблема в том, что я не знаю, то ли это законодательство Соединенных Штатов Америки, то ли приходят в магазины, они рассылаются только на территорию Соединенных Штатов Америки. Сейчас вот заказали мы, короче, окольным путем, попробую, вот, должна посылка прийти, по идее. Если таможня пропустят, то это очень хорошо. Эти масла, короче, обеспечивают срок службы подшипывания, ну, не срок службы, сам срок службы масел этих вот, TCI-301, TCI-321 до двух лет, без всякого обслуживания. Это очень приличный срок. Потому что, я говорю, это реально, действительно, с маслами это проблема, и довольно серьезная. Поэтому вот у нас, вот сколько я перечитал статей наших отечественных авторов по обслуживанию мультипликатора катушек, сколько сам перепробовал, короче, да, все ребята пишут правильно, исключительно. Конкретно, через 3-4 рыбалки, подшипники, обязательно капните масло. В обязательном порядке. Вот интересно. Теперь, что касается... Нагрузка большая и... Не в нагрузке дело, они испаряются масла. Нет, я говорю, она испаряется, и нагрузка большая. Конечно. Значит, что касается смазки подшипников, здесь есть один такой нюанс. Вот, как рекомендуют, типа, капните, там, 2-3 капли капли масла на подшипник, значит, все это ерунда. Там, если попадет, там, сгулькин, как говорится, нос. Поэтому оптимальный путь решения этой проблемы, собственно, нагревается подшипник феном обычным. Даже можно использовать бытовой фен, чем женщины волосы сушат. Градусов до 80. Капается 2-3 капли, потому что подшипники, они закрытые, в общем-то, сами по себе. Капается 2-3 капли масла. По мере остывания, значит, в полости подшипника образуется небольшое разрежение, и масло свободно проникает туда. Или... Способ загнать волну. Да, загнать волну. Или можно использовать, я, например, использую лакуумный насос для домашнего консервирования. Для домашнего консервирования нет, наоборот. Там крышка одевается, крышка с уплотнителем одевается на банку обыкновенную полулитровую. Внутрь ложится подшипник. Капается масло на него, соответственно. Создается насосчиком разрежение в банке. Потом создается нормальное атмосферное давление, и масло туда очень хорошо входит. Вот, то есть обычным путем не очень-то получится, в общем-то. И вот еще нюансы по катушкам. Какие запчасти, ну, будем так говорить, выходят из строя. Ну, из своего опыта, я не занимаюсь профессионально-то с ремонтом и обслуживанием катушек, как для друзей, для хороших знакомых. Вот, я их уже переремонтировал, пообслужил в достаточное количество, в достаточное большое количество. И вывод такой я сделал. 95% поломок катушек происходит по вине пользователя, можете мне поверить. Ну, первое, что народ творит. Значит, вот здесь имеется винт, имеется, так сказать, шайба или гайка, точнее, шайба, значит, фиксатор гайки, оси ручки. Значит, теряется винт, слабо закрученный, ну, соответственно, шайба теряется. Это первая поломка. Значит, вторая поломка. При попытке поставить, значит, ручку, вот такого, ручку такого типа, от Торы, она, реально, она толще, до 4 десятых стандартной ручки, значит, умудряется срывать резьбу. Дальше, даже этих попыток не предпринимают, тоже частенько срывают резьбу на оси ручки. Это первая, точнее, вторая проблема. Значит, третья проблема, наиболее такая проблема. Вот имеется деталюшка под номером 21-875. В ней фиксируется шестерня малая, главная передача. Значит, в процессе, к примеру, будем так говорить, в процессе подмотки, там, приманки, умудряются нажать на клавишу. Ну, слышится сразу треск, рюканье какое-то непонятное. В итоге, значит, нижней частью, значит, шестерня, вот эта часть выедается, короче, вырабатывается. Причем, эта вот беда какая-то началась где-то года, по-моему, ну, не соврать, где-то года, наверное, три назад. Прямо мор по Москве пошел. Нет, я просто мор пошел по Москве. Не, я имею в виду, что до этого не было, а потом не спалось. Да. Что? Народ начал вот эти вещи выводить из строя. Не знаю, когда, как эпидемия какая-то пошла. Горбунов, значит, Андрей, это ведущий, ну, точнее, руководитель серой службы в Абу-Гарсе, значит, он замучился заказывать вот эти вот деталюшки, она копеечная, ей цена один доллар, в общем-то. Но их было выведено вот в течение, ну, три года назад, два года назад, немерено количество просто из строя было выведено. Да, она сама по себе, конечно, деталюшка, будем говорить, она сама по себе изнашивается. От этого никуда не денешься. Мне направили еще непонятные вот эти маркетинговые ходы инженеров Абу-Гарсе, вот честно хочу сказать, непонятные абсолютно. Вот. Сейчас я объясню, почему. Есть серия катушек, допустим, есть серия катушек в Абу-Гарсе. Это вот 55-я и 65-я серия, также 55-я и 65-я серия торментор и серия иншора, морские катушки для морской рыбалки. Там вот аналогичная деталь есть, она похожа, она, может, размерами отличается. Такая же планочка вот пластмассово-черного цвета. Но там установлена разрезная шайба толщиной 0,08 миллиметра из какой-то пружинищей бронзы, которая предохраняет, собственно, вот, съедание вот этой штучки. Вот. На других катушках они не ставят, к сожалению. Но самое интересное, самая интересная ситуация, вот, попытались мы заказать, короче, эти шайбы, ну, по магазинам Соединенных Штатов Америки, по лазерному магазину, значит, производитель перестал их выставлять в розничную продажу. Ну, идиотизм полнейший. И, к сожалению, к сожалению, еще вот, вот какая беда. Знаешь, производитель перестал поставлять крышки механизма, вот эти вот, в сборе, в сборе, она идет в комплекте с обгонной муфтой. Почему-то, по какой-то непонятной причине, перестали поставлять правую крышку и левую крышку, в которой смонтирована шестеренка. Вот, как-то не странно. Вот интересный вопрос, а вот, значит, перечиски, если можно у нас в России взять и заказать, вектор, храпевки, же шайбы, ракурсоводы. Ну, это мы сейчас отдвигаем, вопрос две. Ну, это намного проще, я не думаю, что на нас только один. Образец, образец есть, образец есть, вопрос решим. Решим. Я думаю, сейчас недели две-три, и вопрос будет решен полностью. А маркетинговый ход здесь понятный. Понятный. Если сделать более живучий, то... Естественно, никто брать не будет. Нет, катушки брать будут, но запчасти брать не будут, к сожалению. Вообще, ну, не, это, к сожалению, делает вам благо многим людям. Я не знаю, что это не за деньги. Да, и, кстати, вот еще забыл один нюанс сказать. Для того, чтобы предотвратить, так сказать, пропадание вот этих двух деталейшек винта и этой шайбы, значит, ну, здесь, опять же, два пункта. Первый пункт, как следует, как следует закрутить, ну, это, понятно, чревато, значит, срыванием шлинзона или, допустим, срыванием резьбы. Второй пункт, это самый приемлемый, значит, капается капля, так называемый анаэробный фиксатор резьбы, ну, фирмы Данкнил, в частности, вот я им много лет уже пользуюсь, уже этикетка постерла. Вот капель капается, закроется винт, и никаких проблем. Только единственное, хочу предупредить, значит, есть красного цвета, вот этим не вздумайте пользоваться красным. Потому что для того, чтобы забрать деталь, наверное, загреть, нужно где-то градусов, ну, градусов, примерно, допустим. Вот с этой подобной проблемой, да? Нет, я акцентирую внимание, что именно сиди, фирмы Данкнил или других каких-то. Ну, там просто открутите, ну, ничего, никаких проблем не будет, да. Но только именно сиди. Это в автомагазин, да? Да, совершенно верно, это с автомагазина, естественно. Я не знаю, сколько ему лет, лет, наверное, 8 точно. Вот я его столько... Топ-кир, что ли, сейчас они тоже продаются там трех видов, слабый, средний. Совершенно верно. Они отличаются по цвету. Красный ни в коем случае не примерять. Или есть идет желтый или белый, вот, самый слабый, синий, средний, вот, лучше все синий. Вот, вещь копеечная, но от многих проблем, в общем-то, избавляет, собственно говоря. Ну, я с машинами все время. Это, это, действительно, шерпотреб самый обычный, с автомагазином. Ну, необходимая уж эта вещь. Ну, вроде, вроде все на этом. Какие-то вопросы есть? Уточните. Посмотрите, ради бога. Уточните, пожалуйста. Да, второпластная. А, да. Вот, кстати, Хоскей. Вот куда она кладется, пожалуйста, еще раз. Вот еще забыл сказать о смазке. Ну, тоже самое. То же самое смазка с тефлоном от фирмы Хоскей. Ну, она у меня сейчас запакована, соответственно. Был катридж 400 грамм. Туба. 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 Туба на 396 грамм. Я ее раскурочил по банкам, как говорится. Вот. Ну, это, ну, единственное, что это более липкое, более липкое. Ну, ощущение, когда... Она густая, одно ощущение. Нет, она, ну, ощущение такое, что, когда ручка катуши начинаешь крутить поначалу, кажется, что тормозится. А потом несколько оборотов, и все становится на свое место. Вот куда она кладется? Значит, ну, по смазкам, значит. Густая смазка. Вот эта вот. Густая смазка. Смазка шестерня главной передачи. Малая и большая шестерня. Далее. Масло. Это тоже, я вот говорил, густое масло. Кстати, да, его тоже выпускает. HB1 масло густое. Вот как раз идеально подходит для обгона. Значит, для подшипников я уже говорил. Это синее, вы говорите, да? Масло, оно не синее. HB2 смазка, которая подходит для шестеренок. HB1 масло густое. Мы тут плохо конспектируем. Нет, вопрос, пожалуйста, на форуме сдавайте, отвечу. И, кстати, вот это вот хаски подойдут на ролик. Нет, нет, нет. Здесь надо вот это вот масло густое. Вообще, в принципе, так вот. За неимением, допустим, вот этих масел, можно использовать хорошее трансмиссионное масло для смазки обгонок. Только не масло, не жидкое масло для подшипников. Оно там выскочено за две недели. Обязательно, наверное, густое масло, трансмиссионное, типа геврол, вот такие вот. Да, забыл еще по поводу одной смазки. Я, руки пока не дошли, она у меня в наличке есть. Забыл я ее, к сожалению, взять. Это смазка для лодочных моторов, для редукторов. Торговая марка Яма Любы. Именуется оно, значит, Марине Люб Грис. То есть, выпускают в тюбиках по 2,84, так сказать, грамма. И смазка точно такой синего цвета. Вот я что-то удивился. Вот, как только смазка синего цвета, так она хорошая. Вот, это действительно прекрасная смазка. Американцы, например, очень хвалят ее. У меня просто, честно говоря, руки не дошли еще попробовать. Она имеет, ну, одну свою хоть четвертую обслуживу в этом сезоне, посмотрю. Но американцы, по крайней мере, очень хвалят ее. И именно вот эту вот, вот эту смазку. Ямаховскую и вот эту Супер Любы. Вот, почему-то она... Фирма одна и та же. Совершенно верно. Это Сисинка, Хемико и Корпорейшн. По этим самым, по тормозам, стоит там... Так, сейчас, Андрей скажу. Значит, смотрите, что касается, значит, смазки фрикционных тормозов. То есть, там, вы все представляете, там три карбоновых диска и три стальных тоже диска. Значит, смысл есть, если катушка используется для морской рыбалки. Я сейчас объясню, почему. Ну, у нас нет пресноводных хищников, которые, там, к примеру, ну, за 10, там, секунд смотали 100 метров внура. Не обладают наши щуки такой тягловой силой. Не смотают он столько. Потому что морские хищники примерно за 10-15 секунд смотывают где-то 200 метров внура. Ну, это между парусник, там, тунец и прочее. И там, в момент, когда идет вращение, собственно говоря, перегревается. Единственная смазка, которая подходит, опять же, если уже более реча морских катушках зашла, единственная смазка, которая подходит для смазки этих фрикционных дисков, это вот смазки вот этого типа, с тефлоном. Остальные все закоксованы с подъездной температурой. Вот пакет из трех карбоновых дисков и трех металлических, он, собственно говоря, становится монолитом. Вот эти вот смазки выдерживают. Здесь, Андрей, вопрос такой. Есть желание промазать тонко? Значит, мажь. Хуже не будет, да? Хуже не будет. Нет желания, не мажь. Нет, у меня даже вопрос больше не то, что смазка. У меня есть Шаман Кардив. Ну, я использую Кардив 41, в Z5. Там одна вот эта тефлоновая шайба стоит докладывать, но еще одну там купить дополнительно? И ничего это не даст. Не даст ничего? Это надо дополнительно иметь еще там металлические шайбы. Я в курсе. Такая же проблема на Калькутах Б. Вы, кстати, знаете, нет такой? Не знаю, я еще не прогонял. Руки не дошли точнее. Нет. На Курадо? На Курадо там три карбоновых шайбы стоят. Три металлические диска. Точно, потому что я уже не курочил ее. На Лекси тоже самое. На этой не знаю. Но судя по размеру катушек, скорее всего, одна шайба здесь. Ну, а по-любому должна быть между тефлоновыми шайбами? Не тефлоновыми. Ну, а карбоновыми. Там металлическая шайба. Ну, идет, ну, первая шайба карбоновая идет, прикладывается на, так сказать, на саму шестеренку карбоновой шайбы. Дальше идет стальная шайба, карбоновая, стальная, карбоновая и еще стальная. То есть, получается, три карбоновых, вот, ну, в частности, вот, на Си-4, на Джи-Бишках, три карбоновых шайбы и три стальных шайбов. А для тех же карбоновых шайбов, по-моему, не найдешь этих стальных шайбов? Ну, дело в том, что на Шимана, на Шимана запчастей найти гораздо сложнее, чем на Буарси, даже в Соединенных Штатах Америки. Кто бы что мне не доказывал, например, я имел, так сказать, удовольствие с этим столкнуться, по просьбе одного из наших коллег, и нужно были кое-какие запчасти на Кураке 301-го. Но не смогли найти. На том, в самом известном магазине, в Майкл, в Майкл, который в магазине, я, кстати, какой-то нашел, но я там еще не заказал, просто нашел, Кольшимана, там, там, еще... Может быть, может быть. Я, например, не смог найти. Он тоже не смог найти. Те магазины, которые нашли, нужно запчастение коже. К сожалению, как кистрат. Кажа такая ситуация с Сабу. То есть, на Сабу, кистратисты. Сдаю. Выбор магазинов много, но выбор весьма скутный. В Японии? Есть серия катушек, которые японцы выпускают для американского рынка. Соответственно, они запчасти для внутреннего рынка не выпускают. Но есть катушек, которые для бухгерного рынка выпускают. Для своего рынка. У нас рынок купишь. У нас не купишь, не приятно. Поэтому иногда, вот, там, ворвес, может, там, допустим, кто-то пишет, я вот купил, купил там Абу Гарсия какую-то там для японского рынка. Но ради Бога, ты замучаешься искать запчасти. Потому что она поставляет только в Японию, производится, ваше, тоже производится, если только в Японском рынке. И поставляется. И с запчастями, все огромное. То есть, это вот как раз по поводу Мерому, например, да? Ну, Мерому тоже самое. Я так хочу сказать, вот эти вот, вот эти вот бегунки, глазки, оказались у Андрея Горбунова случайно. Я когда его видел, вот это, но меня от восторга затрясло. Андрей, сколько стоит? Он говорит, значит, в лазок стоит 50 рублей, гайка стоит вот эта 150 рублей. Короче, так, а для своих, ну, понятно, решили вопрос. Я их два штуки забрал, и больше их не было, и не будет больше. Они у него завалились просто случайно. Вот. Ну, единственное, конечно, здесь маленькая доработка, немножко надфилем подработать, вот чуть-чуть вот этот выступ увеличить, и все. А так он идеально забрал. А вот замена, это она тут без завесы, или еще какой-то смысл? Это смысл, моя прихоть, просто-напросто. Ну, у нее реальный вес, на 2 грамма меньше стандарта. Ну, соответственно, более, быстрее бегает, легче бегает. Хотя, поймите правильно, я честно, откровенно говорю, дальний заброс для джербейтовых приманок это вредно. Это, понимаете, это не джиг. На дистанции, например, 60-70 метров провести, провести приманку очень сложно. Поверьте, проблематично. И от этого никуда не уйдешь. Все мы это проходили. Это, честно, я просто так сказать... Чтобы забрасывать на 70 метров, нужно 270-290. И тут клич. Я в образе говорю. Реально, реально, например... Оттого вы говорите, что ее не приведешь. Реально, я своим reaction strike-ом эти 210, ну, какие летающие хорошо приманки, я на 60 метров лекор кину и кидал их, без проблем. Про свинцовые грузики я не говорю. Они летят на 70-8 метров. Я специально на стадионе замерял. Например, дёргрузик, 2 лунца, 56 грамм. Вот с этой тюнинговой катушкой, короче, с этими подшипниками, летит он, примерно на 80 метров. Это легко... Ну, приманка имеет пару. Понятно. Так что, собственно, весь этот тюник, то, что я проделал, полный тюнинг, это для себя. Потому что есть... Нет, улучшает. Единственное, что я хотел бы сказать, в каком виде его проводить тюнинг. Это менять вал приузы лесковых ладки на вал с двумя подшипниками и ставить вот эти басы на полные подшипники, чтобы забыть об их смазке. Шестеренку, вот этот вал, точнее, шестеренку с подшипниками, я не вижу смысла ставить. Знаете почему? Я, например, лично эту шестеренку всегда сниму, чтобы обслужить подшипниками. Вы не снимите. Там нужен специальный съемник, и так все просто делается. Вот в чем причина. Поэтому смысл есть вставлять штатную шестеренку, когда она есть без подшипника, и менять только вал и подшипниками. Все. И катушка превратится в солидный, грубо говоря, адрегат. Да, вон он, подшипниками. Вал По этому я говорю, реально, реально вал и подшипники. Единственное, конечно, я так хочу сказать, что подшипники в принципе, вот эти масло-нахлоны они протираются в течение где-то одной, двух, ну, трех рыбак. Это как они сейчас. Да сейчас. Конечно, за бугром. Да, нет, 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 я сейчас временно старый, вот, ну, значит, вот они, посмотрите, кто-то они представляют. Тоже с рыболовного рынка? не знаю, какой-то. Ну, это ж вены тюнингуют. Вот штатный, вот штатный. Тоже с рыболовного рынка? Да, естественно. Вот этот штатный подшипник от 5601GB, 5601, вот масло-нахлоны, вот смотрите, отличие их. Их даже вот пальцами щупаешь, они вот скользкие на ощупь. То есть, а это именно подшипники, не втулки, да, подшипники скольжения, по-научному, а этого GB поменяли, да, потому что вот обычно на втул, втулки, меняют вот на такие. Вот обычные подшипники, я их временно сейчас поставил обратно, для того, чтобы показать вот эти вот. Вот GB и 5601, чистые. Там принципиальная разница, да? То есть, нет, нет, нет никакой разницы. Если вы вытянуть оттуда подшипники и поставить на сеткульчик, значит, катушка 5601, C4, и катушка 5601, GB, отличается двумя деталями. Значит, на 5601, GB присутствует храповик, вот, на C4 нет. И, соответственно, втулки стоят, у подшипников скольжения. Все. Остальные все детали, которые имеют один, например, на полу, на номерах, они соимно заменяют. Хотя храповик можно установить на C4. Вот у меня на C4 установлен дополнительный храповик. Как это всякий случай, я поставила, пусть будет, не помешает. Закроется, к примеру, обломка, храповик всегда останется, работает, будет работать, как и. Храповики, они на серьезных катушках, везде стоят храповики. На торах стоит, на его лекса стоит, на куратуре не стоит. Как-то не странно. Храповик, это сонка дублирующий механизм. Но не помешает. Вот на ты, на красивый, на депо он тоже не стоит. Светлый. Подожди, подожди, руки вязут. На куратах серии ТЕ, на маленьких, на педаль на куратах серии Б, начиная, по-моему, с 700 номера, стоят храповик. С самой. Вот. Да. На куратах ТЕ тоже 700 номера, а номера начинают там 50 и заканчивают с 300. и не стоит ничего. Хотя эта вещь необходима, нужна. Реально. Вещь, деталька дешевая, простая. В случае, еще раз повторюсь, если вы вышли из строя обгонка, то может быть все. Вышли из строя обгонка, храповик, всегда будет храповик, причем он никогда не сломается. Я не понимаю. Это, собственно, как я говорю. Было проделано из-за лени, и с целью повысить надежность катушки, чтобы не забивать голову себе, не иметь там, допустим, на одном удилище у меня, допустим, стоит джебишка, я буду кидать там бульдоги, на другом удилище, например, стоит С-4, я буду кидать бульдоги. Тосят все, как говорят, под подребет, мунифицировал, не забивать голову. Хочу, буду это использоваться, хочу еще. Да, это оправдывает себя, поверьте. Я катушки своих сватиминговал, и я хочу сказать, что я с вами был врач, с целью попытки убить, но не получилось, слава богу. Она все это оправдывает на себя. После 45 возникает. Не запустите. Считайте, да? Там что говорили? Да, там очень. Здесь просто в магазине. Вот просто в руках. Вот рядом лежит катушка, красивая совершенно, да? На самом деле, вообще-то... Три раз дороже. Видно, возникает вопрос. Да нет, пустырь. Возникает вопрос. А что я получаю? Переплачиваю в три раза. По стране, если чтите. Вот. Я понимаю, но для разных местах. Вы поглядите на организаторов, наше полное мероприятие. А потом я провожу, я скажу желание. Ну, 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 зато... Нет, ну, не про это. Ну, сэр. Я не знаю. Вот, я не знаю. Вот, я не знаю. Вот, есть важный вещь. Вот, он, понимаете, показал народу катушку. Есть. Пока. Его, понимаете, раздувают гордочек. Да, да, да. Он раздувался от города. Понимаете? Да. Сдуйся, сдуйся, сдуйся. Катушка хорошая. Может, за катушки выпьем. Катушка хорошая. Но дело-то вотчем. Я, например, лично... Я просто не знаю, как... Ни слова. 5 копеек. Потому что я... Можно я на колену исполнение? Как она будет вести? Для меня, например, главное... Мне тоже нравишься. Хорошо. Говори. Простота и надежность. Вот это основное. О, чел. И чем дешевле стоит, тем лучше. Нормально. Есть предложение. Да, да. Созрел?